Создание условий для устойчивого развития регионов является одной из важнейших задач государственной политики. Сельские территории обладают мощным природным, демографическим, экономическим, историко-культурным потенциалом. При рациональном их использовании можно обеспечить устойчивое многоотраслевое развитие, полную занятость, высокий уровень и качество жизни сельского населения. Какие шаги в этом направлении предприняты в селе Николаевском Прикубанского района, из первых уст узнавал Мурад Жангёзов. У порога администрации нас встретил глава поселения Хасан Урусов. Он и будет нашим гидом. О достижениях и проблемах он говорит, увлечённый сознанием дела. И первый вопрос – сколько человек проживает в трёх населённых пунктах – Пристань, Привольная и Николаевская, входящих в состав Николаевского сельского поселения? На данный момент общая численность населения где-то 3200-300 человек. Вот так примерно. Вот весной буквально будет переписи населения, уже будут более точные данные. А так, общий национальный состав у нас большинство жителей – это карачаевцы. Потом есть русские, есть белорусы. Сегодня Николаевское сельское поселение, как и другие муниципалитеты Карачаева-Черкесии, активно участвуют в федеральных региональных программах по повышению качества жизни на селе. Буквально два года назад мы включились в программу по благоустройству села Комфортной среды. И мы там построили село Николаевское детскую площадку. А в этом году, с прошлого года, тоже вошли в программу, строим детскую спортивную площадку размером 30 на 60. И вот сейчас уже в стадии завершения. И на следующий год, я думаю, если у нас получится, я хочу включиться в программу. Еще у меня же два села, чтобы селе Пристань и селе Привольном тоже построили хотя бы спортивные две площадки и зону отдыха. По словам Хасана Аурусова, в трех населенных пунктах проблем с подачей электричества, газа и воды нет. В плановом порядке меняют отслужившие свой срок опоры линий электропередач на новые в удовлетворительном состоянии газоснабжения сел. Насчет воды, вот единственная будет проблема по замене водопроводных труб. Так как они уже старые, ветки, я думаю, сейчас будем стараться включиться в программу. Вот есть программа «Чистая вода», включится и постараться хотя бы понемногу заменить эту трубу. В мае этого года поселение заключило договор на вывоз твердых коммунальных отходов, благодаря чему стихийная свалка мусора на окраине села, годами отравлявшая почву и воздух, быстро исчезает. Сегодня активно вошли в жизнь сельчан современные телекоммуникации, цифровое телевидение, широкополосный интернет и качественная сотовая связь. А самым главным пожеланием на будущее глава поселения назвал строительство детского сада. Мы все нуждаемся в строительстве детского сада для трех салов, так как у нас демографические показатели выросли. И вот у нас мы стараемся как-то размещать на своих детечках в селе Знамике. Так как уже прирост большой и нам тоже очень много нуждаемся в строительстве детского сада. Мурат Сантьёзов, Расул Берди, Вести Карачаева, Черкисия.